Мы смотрели распад на кромердал, броню. И сюда входит матовый элемент. От слабого тока кланкового по рамезону. Мы уже обсудили светлый элемент стандартного регистрации. Вот этот вектор поляризации, кроме зоны, тут у него какая-нибудь архимия стилянда. Тоже характеризуется одной константой. Неизвестно. Вопрос был такой, я напоминаю. Можно ли эту константую фронт измерить где-то в другом эксперименте? Так, чтобы потом можно было ее сюда подставить и тогда уже предсказать ширину распада в ответ. И в чем ответ? Вы что-нибудь пытались подумать на эту тему? У вас стандартный ответ. Пытались, но ничего не получилось. Это все равно, что вы ничего, по-моему, не пытались. Разницы-то не видно. А вы? А вы обычно отвечаете, что вы не пытались, да? Так, выходите, пожалуйста, к доске. Посмотрим, что вы можете вообще посчитать. Посчитайте нам ширину этого распада, пожалуйста. Вы считайте себе и проверяйте, что он будет писать. Я хочу понять, что вы вообще умеете посчитать сейчас на элементарном уровне. Спасибо. Так, хорошо, вы согласны? Так, хорошо, вы согласны? Теперь надо ее возвести в квадрат-будры и что со спинами делаем? Утреннее. Во всем утреннее. Так, тут три спина. Удал в спине есть, у метрина в спине есть, у рамеса на спине есть. Утава в принципе, не утава, а беретный будет. Это там же самое спроектируется? Да. Нормально? Ну, надо усредить почти. Усредненно почти, да? Заня Слава, вы согласны? Ну, не по-русски, не. Так нет, да. А, ну, суммирование, суммирование, по-русски, да? Ну, да, по-после-конечному суммирование, по-начальному суммирование. Так. А вы что думаете? Все, правильно, надо. По-начальному, по-среднению, по-конечному суммирование. Да. Мы, к сожалению, дальше как это сделать. Ну, вот так их будем делать. По-начальному, соединяем, по-конечному суммированию. Ну, сначала, ну, это к чему сложно? Что мы по всем суммируем и делим, значит, у начальника поляризации их сколько? Ну, две. 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 Еще. А, две. 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 потому что, ну, например, выбор фазы плановой функции, он же условный, вот там написано константа f, я мог бы тогда, значит, мне по единицу умножить на константу f, про переопределитель, это все условность, поэтому лучше писать тоже отмутрирую. Сначала напишу без суммирования по большинству, а потом уже будем суммировать. Что за варианты 1? Варианты это все поляризации. Ро. Так это одна конкретная поляризация или их много у вас? В смысле? В амплитуде. А у вас в раме зоны имеет какую-то поляризацию? Ну да. Ну так она одна фиксированная. Да. А потом вот по ней можно суммировать. Но пока что она одна конкретная, одна из трех, любая. Так, вы понимаете, какая-то поляризация, а вообще говоря, комплекс на величину? Ванислав, вы с вами можете что-нибудь прочитать? Или вы будете только смотреть на то, сколько учитесь? Могу. А почему ничего не читаете? Мы должны его пролегать, а не написать, да? Да. Так. Ну, это надо раскрыть. Что ж не будет при эрмитовом согрежении. Так, раз вы уже тут поделили на два, то тогда нам не нужно сумму валярты. А здесь надо заниматься, что мы будем по спиральности, не требуем тоже суммировать. Спасибо. Да. Ну хорошо, вот теперь надо по всем панализациям просуммировать. Вот, например, сумма полян за рамезоны во что превратится? Так, по-моему, здесь знака за рамезончиком. Нет, правильно. Так, по ляму даже. Сейчас еще. Так, хорошо, значит, вот что. Вам достаточно? Прошу вас, продолжайте, что он там. Вы понимаете, что это? Материнка распада. Материнка распада. Материнка распада. Материнка распада. Материнка распада. Так, вот эта сумма по поляризациям... Сколько у него независимых поляризаций в рамезон? Три. Три. Вот сумма по этим трех поляризациям больше ему равна. Это правильно, Материнка? А, что такое? Что такое P3? P3 это у вас ябуд с рамезоном, просто P. Чтобы не усложнять. Так. Это правильно сумма написано? Вот так. Да, правильно. Давайте это минус только в скобке, если там еще есть. Так. Хорошо, значит, вот на этом месте будет стоять эта сумма. Теперь надо посуммировать и по Тау и по Ню. На два уже поделили. Да. Продолжаем. Так. Вот когда мы по Тау просламируем, что может получиться на том месте, где стоит Материца того, того, сяду. Это географические терпинары. Это уже не оператор. Это географические терпинары. Это географические терпинары. Это географические терпинары. Это будет один общий терпинары или он расплатится на произведение отдельного терпинары. Мы будем исписывать один общий терпин. Географические терпинары. Географические терпинары. Географические терпинары. мы видим, что она здесь, трейс, вот, соответственно, она, мимо, сопряженная ему цена, раз, два, шагай. У нас согласен. Хорошо. Ну, мы начинаем эти трейсы. Так, сейчас мы перетащим 1,5, скобку по трейсу можно сюда переставить и теперь осталось протащить через две гаммы матрицы. Соответственно, ну, единичный еще не меняем, когда она 5-2 раза смеет знак, и получится 1-5 в квадрате. Да. Что тоже самое, только умноженное на 1. Так, полтораем, когда она будет очень наоборот. ее в краю ставить. Но это все равно. Вы можете ее здесь два раза протащить. Лучше всегда, чтобы она с краю стояла. Что вы делаете? А, вы делаете. Но это все равно можете написать один раз. Вот тут, где вы будете стоять, там надо выгравить еще. Так, хорошо. Вот с этой массой. Да, надо считать принципу окам и смотреть. Будет это обслуживание решетно. И что? Так, мы считаем. Раз, два, три, семь. Гамма-пять. Трейс, три гамма-матрицы и, например, единица. Это чему равен такой трейс? Ну-лю. Трейс, три гамма-матрицы и гамма-пять. Тоже равен. Значит, это не работает, ее можно убрать. Гамма-пять с четырьмя гамма-матрицами. Смотрите, с чем она сворачивается. Вот с этим тензором. А, то есть она сворачивается с симметричным тензором и там будет у нас с этим тензором. Да. Ну, левящий тензор. Да. Поэтому она уйдет впоследствии. В каком смысле уйдет? С тензором не антисимметричный, полностью антисимметричный тензор. Да. Ну, по другому гамма-пять тоже не работает. Ну, так, осталось вот это. Но проще теперь, значит, какой-то бас по один перевозить по закону. А, по есть три. Может быть, проще сначала вот это перемножить по меню, да? Вот, например, берем этот кусочек, же меню. Он свернет меню и легко вычисляется. Потом подставляем это и... Получаем P2... Ну, можем P расписать через... По простому, как удобнее считать. Или сначала написать в лоб этот треск и потом свернуть сырьем. Или наоборот это внести сюда. Я не знаю, как Вам отзывы. Я не знаю, как Вам отзывы. Нам лучше мыслить. Как вы делаете? Как я делаю? Сейчас, так. Я же ему в этом будет. Сейчас я же ему напишу. Два. 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 Так, еще. Два. 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 И вот здесь минус и миню. Как это относительный знак между этими двумя армянью и помю-паню. Между ними минус. Так, вот здесь было минус и миню, потом еще один минус. Застотого, что я перенес гаммоню и пройдет. Что нас перенес? Они же вообще не коммутируют. Гаммоню и пройдет. Конечно, не коммутируют. Затем минус. Ипотомиансия их переносили. Это свертка двух индексов, так? Гаммоню, какой-то А. Гаммоню. Вот что получится. Да? Чему это равно? Вот это. Минус двое. Минус двое. Да. Минус двое. Минус двое. Да. Сейчас ярой, да? А… Вы уже отрезаете? Да, да. В этом же меню он дал 4…5…5…2. Итак, Владислав, а у вас что получается? Я еще считаю. Так, мы подождем, потому что я никак не пойму, можете он сам что-нибудь посчитать? Когда он говорит, я согласен, то это ни о чем не говорит, это ничего не проверяет. Вы считаете дальше пока? Попробуем. Я не знаю, что-то выдачу. Нам нужно еще трое из четырех. Так, насколько я помню, будет так? Нет, он записал. Ну, если взять, я по планете могу больше видеть. Там три шведа будет с разными знаками. Можно писать открытыми индексами, как вам удобно. Можете все эти вектора убрать, писать гамамю, гамамю, гамалянзе, гамасиму. Так, ну, пожалуйста. Так он у вас, наверное, что-то не влезет. Или влезет? Так, Владислав, вы посчитали вот это все? А сколько вам еще нужно времени? То, что считается за полминута? Вы за сколько вы собираетесь время посчитать? Как знаю. Как знаю. Ну, мы ждем. А? Какое вам правильно посчитать? Да, конечно. Так, вот тут полдовки еще есть. Это потом будем выставлять. Сейчас у вас просто вновь будут тут стоять. П2, П, П1, П. Вот такие у вас импульсы. Прямо вову поставим, а потом мы можем высказать. Сказание произведения. Все, вот сюда что встать? Вы сейчас смотрите вот этот шлем. Да? А, ну да. Ну так. Я просто... Пойдем, пойдем. Свернуться к гамамасицу. Ну, вот это не П. А, да. Нет, вот это П встали. Отлично стояло. П2 и П1 и П1. Ну, вот такой трейд нам нужно расписать. Все, чтобы он сличнее совпадали. А, вот как проще его считать. По первой формуле. Что произведение равно минус переставленное плюс удвоенное скалярное произведение. Дело в том, что когда вы переставите, вы получите по квадрату, что есть просто уже число. Понимаете? И та вообще формула вам на самом деле не нужна. Напишите, что вот это равно минус переставленному, которое сразу тревято считается, плюс скалярное произведение. И тогда вам трейд четырехоматрис не нужен вообще. Потому что вот это, во что превращается? Прямо квадрата. Прямо квадрата? Это чью-то. Прямо квадрата, да. Только минус не деля. Останчивается тут трейд. П1. П1, да. Так, и встал. Маша Тауна летает из числителя сразу. Здесь у нас стоит. Продолжение следует... 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 Ну и последнее. Вам нужно отправить B на B1. Значит, надо 1,2 поменять местами. Здесь ничего не изменится. Правильно? Поэтому 2 пройдет B будет такой же. И теперь это все поставим сюда. И у нас все вырезается через массы. Так. Ну, одну степень. Вот это все. Вообще много. Так. Его можно вырезать. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Проверим вот эти две формулы. Значит, P2 на P нам нужно. Возводим прямо в квадрат. Удвольное произведение будет m2 в квадрат минус 0 в квадрат. Это правильно. Теперь нам нужно P2, P1 на P. Переносим. Переносим сюда. Переносим сюда. Переносим сюда. Возводим квадрат. То есть, пусть 102 квадрата tau rho минус удвольное произведение равно 0. Значит, удвольное произведение равно сумме квадрата. Возвращаем. 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 Теперь пишем так. P1 минус P2 равно P. Возвращаем квадрат. П1 это у нас кто? Это tau. Тау. Значит, m2 в квадрате плюс m2 в квадрате. Нет. Это не трена. Так. Минус 2P1P2 равно m2 в квадрате. Нет. 2P1P2 правильно. То же. Минус 2P1P2 равно m2 в квадрате. То же. И здесь вроде все правильно. Так. А какая у нас комбинация? Вот эта. Что такое? Значит, P1P2 представляем правильно. Четыре. Тут будет четыре. А тут будет тоже правильно. П1 и т. . . . . . . Ну и второе. А тут единица. Плюс два. Квадратную тянку, да? Ну еще, ну, при... У нас это будет... Точная часть... Когда трейсы сворачивались... Нет, ведь идет только об этом не уже. Вот об этом. Да, ну так как раз... Против нас... Ужилась сумма трейсов. Нажми ее... Да. Там между ними стоял минус. Получается... Да, но этот минус... Вы сразу держали. Да. Проще перепроверить еще вот это выражение, поскольку оно очень быстро может быть написано. Так? Значит, вот это... Давайте я затру... Теперь я буду записать, а вы смотрите, проверять... А, вот это... Какой был общий множество? Ну, он записан. А, записан. Нет, он записан... Ну хорошо, двойки у нас вроде на месте. Да, и он таковы. Хорошо. Значит, нам нужно так... Минус и... Минус и минус. П. П. Минус. Паню. Аминус. Паню. Аминус. Минус. И здесь стоит... Это можно выбрать... это тоже можно так, и стоит P2 P1 P1 P2 P1 P2 он дает минус 2, не минус, это будет 2 и остается P1, P2 P4, P1, P2 и остается берем этот канал дважды здесь будет P2 P1 P1 равен минус 3 2 P1 так здесь тут вот это дает минус мрак квадрат на 4 минус 4 и минус 4 будет плюс 4 P1 P2 так плюс 8 делить мрак квадрат P1 P2 так и получилось ну это все уже кино какое-то я не могу тоже получить примерно так получается нет, у нас тройка теперь получается если меня вынестили получается какое-то а у нас не получается вот что у нас получилось ну тут стоит разность на сумме тоже пойдет так, ну давайте идти сюда будем сравнивать в чем дело я это не могу понять вот вы говорите вот это так а вот это так же так же ну теперь проверяем эти скаленные плюсы я попробую я подождите давайте это же в любом случае тривиально вот например P1 P2 пишем P1 минус P2 равно P минус разводим P2 это что румизон это M минус 2 P1 P2 переносим 2 P1 P2 равно P2 минус M все правильно птичка так стираем стираем следующее у нас кто тут P2 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 P1 P2 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 И последнее, pp1, вот, возводим квадрат, p2 это нейтрино, ну, равно квадрат плюс nr квадрат минус 2 pp1, все правильно, подставляем сюда, тусты две разности, правильно, восемь номеров квадрат, одна двойка, а, двойка, вот тут не ствер, а двойка, вот держи, если мы двойку вынесем, то тут будет единица плюс сумма, а, не, 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 все, значит, напишем это, ну, я не могу уже, mtl квадрат минус mr квадрат, mtl квадрат плюс mr квадрат, мр квадрат все равно не получается, ну, никак. Никак у нас не получается, там нет двоих, там получается просто единица. Это сокращается, двойка просто вдало наверху, никак мы не можем получиться. Я уже не знаю, где еще есть двойки. Так, подождите, только вы нас все тут не стирали. Вон там уже все можно стирать. Это мы тоже только что я проверил, вроде это правильно проверили. Так, мы уже разу, где участок, это совершенно эти люди. Так. 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 Демонстрина. Так, наш П1П2 в четверком уровне 10, да, плюс 2 ПП1ПП2 на мрако вратно. Ну, мы тоже самое решили. Так, ПП1 у нас сумма. Смотрим. ПП1 у нас тоже сумма. Хорошо. Так, ладно. Вы смотрите, я буду искать еще раз, что же здесь происходит. Так, я выношу бумагу. Поехали. 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 Звучили себя выморвать два разных оборудований, а у какого-то санатисты. Так, теперь у меня уже, вот тут плюс стоит, теперь двойка Смотрите, мы же разность вывезли, осталась сумма Это будет 2 плюс 1 квадратный урок в 2 Это не единица, не минус единица, не тройка, а двойка А у вас что? Двойка, ну вот, вот это правило Это у окуня, как сюда набрали А нет, у окуня там так же, там просто вынесли мтал на мрол То есть у нас отношение мтал на мрол, его мрол на мтал Давайте поправим Да, но у него двойка не в том месте Нет, не в том месте, потому что у него другое отношение Подождите, вот тут стоит маленькое число 2 мрол на мтал плюс 1 Да? Да? Да, ага, ну ладно Хорошо, все согласны Значит, надо вот тут написать плюс, а тут поменять их места Мрол на мрол Так? Нет, лучше двоих просто есть Просто там еще вынесли Мтал плюс 2 мрол на мтал Ну там еще и член, мтал за мрол в квадрате Да И вот тут еще будет вот так Мтал в квадрат мы вынесли Но это по размерности проверили Минус 4, плюс 4 безразмерно Тогда это не надо Вот это правильная добавочка То есть сейчас масса рот Если масса рот занулит, она будет единицей равна Так? И эту двоих мы сейчас проверили А это остальная размерность Минус 4, плюс 2, плюс 2, плюс 1 Должна быть ширина Правильно Нет, все в квадрате Что еще? Ну если мы пишем в такой виде Да Здесь должно быть еще мтал на мрол А А Да Хорошо Тогда вот тут это сократится А будет вот так Ну на конец Ну на конец Можете написать, какого у вас трейска звучит с утра расчетом Чтобы сравнить с моими Уже мы все сравнили Сами проверки себе Уже мы столько времени не потратили на эти двойки Что просто ужас Так, значит я стираю все лишнее Так, хорошо Вот это формула для ширины Теперь возвращаемся к нашему вопросу Из какого эксперимента Можно было бы найти отдельно Константу и Фром Потому что все остальное Тут у нас Как бы известно И ее вот мы сюда подставили И получили уже предсказатель Пока это не предсказатель Мы можем конечно сравнить с экспериментом И найти отсюда Константу и Фром Но мы можем его найти из другого места И тогда можно их сравнивать Как хотите это дело Условно Условно Короче Откуда еще можно Из эксперимента Получить Константу и Фром Из Е плюс Е минус Можно? Или наоборот Распад Распад Ра 0 Е плюс Е минус Конечно это электромагнитный процесс Он распадается на Е плюс Е минус Или МЕ плюс МЕ минус Через потом То есть это тривиально Недвигает Недвигает на то Что вот этот Матричный элемент Телегромагнитного тока Будет выражаться Совершенно Константу и Фром А Но мы не используем Изотопическую симметрию Сейчас Вот он сейчас пойдет сюда И все используем Выведите нам пожалуйста Ширину этого Распада Сначала амплитуда Телегромагнитный 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 Три Три Хорошо Он Они Усю quarters Когда Три Недвигает Три Sen Это лептонная шерсть. А это ровная шерсть? Адромная шерсть? Адромная шерсть? Адромная шерсть? Это оператор экзермонитного тока. Это понятно? Он сфрактировал нейромезон. Как выглядит сам оператор электромагнитного тока? Через оператор куарка. Как вы думаете? Подскажите мне, как написать электромагнитный ток через куарки? Как оператор. Электромагнитный? Да. Пишите. Так, вот так это не правильно. У чертой слева, у справа. Так. Так. Дальше можете продолжить? Или вам нужно все буквы высказать? Так. Оставшись в куарке. Нет. Нам нужны сейчас для ровной зоны только уйти куарки, остальные можно игнорировать. Так. Вот он так написал электромагнитный ток. Отойдите на вас. Посмотрите. А если не его страстность, там еще эти заряды будут стоять? Ну так как правильно поправить? Так там две третьих и минус один третий. Каждое поле входит в электромагнитный ток с коэффициентом в рамку своему электрическому заряду. Поэтому здесь будет стоять две третьих у минус одна третья. Ну общие множители Е мы здесь отдельно напишем здесь и здесь. Это просто единица измерения. Единица в Е. Е это заряд протона. Вот так выглядит электромагнитный ток. От него здесь как пишется матрица. Какие у вас отроды в начале? Это отрод? Отрод. Отрод. Он один? Он один. Причем тут квадрат. Я спрашиваю начальное состояние. Отрод. Отрод? Да. Отпэ. А в конце какие у вас отроды? Какие? Отроды? Нет отродов. Никакие. Значит на ольпе отродов. Вакуум. А тут между ними стоит электромагнитный ток. Вот ваша отродная матрица. Это понятно? Да. Так. Теперь вам надо это писать. Как выглядит этот матрица. что можно сказать? А. Пропагатор фотона мы отдельно напишем. Где тут? Тут и все будет общий множитель. Е квадрат на Ку квадрат. Где Ку и пульс фотона. Это само собой. Понимаете? Вот эта часть электродинамическая лептонная и фатунная даже триальна. Не триальна, а только агрономатричный элемент. Это Казинберговский оператор и квадрат. Понимаете? Что? Можно написать в ответе для этого матрица. Матричный элемент. Он по сильному заявлению движется точно. А электромагнитный мы все отдельно уже написали. Что примерно нужно сказать? Не примерно, а точно. Какой общий вид ответа для этого матричного элемента. Вот мы вязали здесь матричный элемент аналогичный слабого тока по заряженному ромезону. Ром минус АТП. Тут стояло что-то типа У с чертовой. Гамма нему. Единица минус гамма п. Д. Вновь. Равнялся. Ром. 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 Ем. Нем. Вот на таком уровне надо расписать как может выглядеть в вашем виде. Это мы расписываем электромагнитанту. Можно ветер на константы. Хорошо. Ветер на константы. Что я могу еще сказать? Ну вы видите, что здесь написана конкретная вещь. Конкретная. Через одну неизвестную константу F. Ром. А эта же масса. Это конкретная энергия вектор организации. Это конкретная вещь. Это неизвестная. Здесь одна неизвестная константа F. Ром. Что здесь? Может быть здесь в ответе будут какие-то три неизвестных функции. Понимаете? Вы можете общий вид как-то написать? Что тут может получиться в ответе? Через какие параметры будут в ответе? Какие параметры войдут в ответ? Масса должна. Масса РО может войти. Так. Что еще может войти? Масса РО это не параметр. Известная константа. Переменные какие-то есть? Что это ответ будет функция какой-то переменной. Поэтому четырех импульс. Так что один сейчас время не дается. Будем рассуждать. Как мы рассуждали? Гамма 5 здесь не работала По сохранению четкости Потому что гамма 5 Аксиальный вектор Робинзон истинный вектор И в ответе тогда должен быть аксиал Но аксиал У нас не хватало материала Чтобы свернуть 4 индекса Ну 3 из 4 индекса В антисевизичную векцию Поэтому гамма 5 не работает А вектор мы проверили Что вот это его общение Точно так же будем рассуждать Для электромагнитного тока Только сначала его полезно Немножко переделать Светы этих У, гамма, у Гамма я не буду сейчас писать Подразумевается Я по флайверу Это так же Вот так удобно Переписать Чем Характерны Вот такие две комбинации Скобка Почему так лучше Или по-другому если хотите Вот электромагнитный ток Да В смысле флайвер На содержание Я могу конечно писать вот так А могу переписать Тожественно вот так Это одно и то уже Теперь будем брать Матричный элемент Который нам нужен Между вакуумом и Робизоном Вот надричный элемент Вот этого Чему равен Можно сказать Можно выяснить Он и так по замене У на Д семи тысяч А этот по замене У на ДА Д семи тысяч Ноль Почему? Достаем Роб 0 Состава Роб 0 Состава Роб 0 Он вот Вот такой Как здесь Ну я Я пишу только Флайверный состав Флайверный состав Вот такой У вот этого оператора Есть определенный Изостир Какой? Это изостингрейт А это Третья компонент Изолектор А два родных Братика От этого Изолектора Это Д с чертой У Вот этот Изображенный У с чертой Д Вот это Три Оператора Это Изолектор У этого Проекция Изоспин На третью Ось Плюс Единица Ноль Минус Единица Так же Как у Ромезона Поэтому Вот это Состояние С изоспин Единица И проекцией Ноль А вот это Изоскали Ну про вакуум И говорить нечего У него Изоспин Ноль Поэтому Вы проектируете Оператор С изоспином Ноль Между Изоспином Ноль И изоспином Единица Что должно Получиться Если Изоспин Сохраняется Вот Состояние С изоспином Ноль Вот Оператор С изоспином Ноль Когда Подействует На состояние С изоспином Ноль Получится Состояние С какими Изоспинами Ноль Плюс Ноль Чем Уровень Ноль А проектируется Состояние С изоспином Единица При Сохранении Изоспин это нуль по сохранению за спину а вот это третья проекция изовектора в смысле изовектор с проекцией нуль поэтому если я возьму вот так то это уже не нуль другими словами в электромагнитном токе если его вот так расписать через кусок с изо спином ноль и кусок с изо спином единицы то по нашему нужному нам ватричному элементу вот этот не работает а работает как это да? вот он теперь если я распишу вот буквально представьте себе что вот этот рануль по флайверному составу выглядит вот так уже сделанный из квак здесь тоже напишу для нормировки вот так то чем отличается вот этот ватричный элемент от вот этого вот этот у нас вот так выглядит сравним его с этим они как-то связаны ров минус и ров ноль как-то связаны по изотоптике да, по воротам изотоптики я могу одно перевести в другое так эти то же самое это родные братья из одного из-за мультиплея поэтому этот магичный элемент реально это они получаются переходят друг друга поворотом этой самой по изотоптике поэтому они равны но здесь есть лишний корень из двух вот он останется по изотоптике какой нам нужен нам нужен ров ноль электромагнитный ноль он равен соединится на корень из двух м-про м-ру электрополиализация вот что требовалось получать в пределе изо-спин пренебрегая нарушениями изо-спин но это хорошая точность это потерь может быть 2% обычно не хуже поэтому изотоптической асимметрии вот этот масочный элемент определяющий ширину распада равно же 2 плюс и минус он выражается вот так же в эту же константную асимметрию ну поэтому если вы эту ширину распада померли то вы можете оттуда получить асимметрию после этого выставляете куда и предсказываете ширину распада того броню так у нас ушло время к сожалению на поиски двое поэтому пока все еще раз прошу дома доведите это до числа это измерено в я по крайней мере я уже не говорю что и в других местах тоже ширина распада равно ли я плюс и минусу так из нее вытащите константу эфро подставьте ее в ширину распада Тау и вы предскажете Тау ВЛТ квадрат это 0,95 вот это все остальное известно и потом сравните эту ширину распада Тау с экспериментом она бы верила не нашли? там нет канала буквы РО но там есть канал 2П а еще там есть написано 2П не РО обратите внимание раньше так было по крайней мере там есть полный 2П и потом написано 2П не РО то есть когда эти 2П дают не РО а что-нибудь другое нерезонансное там например где эти того есть там такое? Пи минус Пи 0 и НУ так я и говорю это 2П вот оно а под ним в следующей строчке написано Пи минус Пи 0 не РО видно? так вот видите и сравним вот этот не РО это 3 на 10 минус 3 бренч а РО а все остальное это 25 с половиной процентов так видно что так сказать не РО во сколько раз меньше? ну короче на 3 порядка практически меньше что доминируется РО с точностью до 3-го знака после 25-го знака вот как это надо понимать то то что не РО сейчас то стоит 3 процента это 3 на 10 минус 2 а тут 3 на 10 минус 3 а это не так мало это 10 процентов десятая часть ну хорошо вот с такой точностью можете считать что Пи минус Пи 0 НУ это 90 процентов из него это РО а 10 процентов не РО ну так выясните 10 процентов вы будете иметь бренчинку РО так вот дома посравнивайте все числа и посмотрите насколько все это согласуется с экспериментом чтобы мы не напрасно крыло приливали здесь за эти двойки хоть какая-то польза будет договорились и я не хочу слышать в ответ что так сказать я пытался у меня не получилось я вам не даю считать какие-то сложные вещи поэтому у вас должно получиться понятно или что я забыл или еще что-нибудь чтобы я такого больше не слышал мне это уже застало что они попросили сделать дома там любую мелочь ничего не делается ну в эксперименте ширина такого распада 5,40 10 на 4 а если посчитать то что мы вывели и поставить как форму 210 получается 5,70 а когда вы отсюда заходите понимаете тут какая жидкость есть вот эти расчеты которые написаны они сделаны в пределе нулевой ширины ром когда мы его рассматриваем как стабильный он довольно широкий к сожалению у него ширина 150 мм так поэтому вот надо учесть предыдущие поправки в этих всех формулах и они могут быть достаточно существенные процентов 10 могут быть попробуйте написать вместо вот этих формул надо писать ну короче вот например реально как меряется ширина еплюс еминус а распад 0 еплюс еминус меряется в обратном канале сталкивается еплюс еминус тут идет гамма она переходит ром и потом ром распадается ну куда хотите например ну плюс не видно чтобы не путать начальное количество так вот тут надо писать пропагатор с учетом ширины они видят это функции с нулевой шириной ну и аналогично стал распад вот если вы попробуете посмотреть как изменятся вот эти кинематические формулы при учете ширины то это за счет того что у Робинзона приличная ширина это можно дать заметную попробу было бы еще лучше если бы это действительно тоже попробовали хорошо ну будьте здоровы все было бы приятный пост что ну а с это это как да еще ну все 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 Продолжение следует...